Ну что же, привет, мой друг, привет, подписчик, привет, каждый, кто смотрит мои видеозаписи. Очень рад вас видеть. И, наконец, мы с вами снимаем новые видеоролики. Простите, что мне давно не было. У меня был маленький отпуск, но я вернулся для того, чтобы сделать для вас что-то интересное. И сегодня у нас на обзоре коробочка подарков от VHS Culture. Погнали! Давайте же посмотрим, что я так долго хотел вам показать. Сейчас, наконец, откроем ее и посмотрим, что классного он нам прислал. Поехали! Конечно, я уже успел извлечь абсолютно все, что было в этой коробке. Чтобы, а, у нас не было лишних шумов, б, чтобы знать, что вам рассказывать. И, конечно же, моему удивлению не было пределов. Мы, конечно, уже созванивались с Олегом, я ему говорил свои слова благодарности. Так или иначе, ребят, на самом деле коробка была полна крутейших штук. Я буду рассказывать о каждой из них по отдельности. И самое главное, наверное, ставлю на потом, на конец. И, конечно же, возможно, потом мы отдельно его распакуем. Олег знает прекрасно, что я очень люблю фильмы в оригинале. И, соответственно, он успевает мне положить некоторые VHS. Кстати говоря, да, это, наконец-то, ролик для тех, кто забыл, что такое VHS. И кто помнил, каково это, любить VHS на моем канале. Итак, посмотрим, друзья мои. Итак, Red Heat. Красная жара. Да, та самая Красная жара. Лицензионная кассеточка с Арнольдом Шварценеггером и Белуши. На самом деле, я не смотрел этот фильм никогда. И для меня будет прям очень здорово посмотреть ее все же в оригинале. Ну и, конечно же, такой замечательный лот поставить себе в коллекцию. Если посмотреть на саму кассетку, мы сразу понимаем, что кассетка как минимум трехчасовая. Она очень тяжелая. У нас есть маркировки. И, кстати, предположительно, маркировки из проката. Я так думаю. Но, опять же, тут уж нам может подсказать только Ровчик. Привет тебе, Ровчик. Спасибо тебе за то, что ты выпускаешь классные ролики. Но это лирическое отступление. Но Ровчику никогда не стыдно сказать приветики. Итак, следом. Следом Олег знает, что я очень люблю франшизу Masters of the Universe. И, конечно же, он положил мне кассету, о которой я мечтал. Причем он делал анонс того, что ему пришло. Он такой закидывает в ленту у себя в телеграм-канале. Кстати, ссылочка на его телеграм-канал будет в описании. Он говорит, смотрите, ребятки, классные кассетки мне пришли. И я вижу там вот эту кассетку. Это, друзья мои, Masters of the Universe. Та самая с Дольфом Лунгреном. Я вижу, говорю, блин, это чума. Вообще пипец. Он говорит, так я тебе ее привез. Я такой, что? Я был в шоке, потому что, ну, в любом случае, это крутейший подарок. Соответственно, друзья мои, что мы имеем? У нас есть с вами кассетка Masters of the Universe. Абсолютно лицензионная. К сожалению, я пока не могу ее посмотреть по причине того, что мой видак загнулся. Я буду что-нибудь с этим придумывать, но чуть позже, я думаю. А пока, на данный момент времени, будем радоваться тому, что потрясающая кассеточка появилась у нас в коллекции. Олежа, ты красавчик, конечно. Далее, зная мою страсть и любовь к краншизе «Звездным войнам», а особенно зная, как я люблю собирать разного типа пиратки, он присылает мне вот такую кассетку. «Звездный войнами» с Ситхов, она никогда не выходила на ВИЧС, но это сумасшедшая сделанная кассетка. То есть, я не могу понять. Давайте мы с вами вместе на нее посмотрим, посмотрим, что ждет нас внутри. Но по оформлению я уже понимаю, что здесь прям, ну, топ-топчик. Кто-то сделал очень крутую пиратку. Олежа, тебе от всей души огромное спасибо, потому что у меня такой точно не было. Соответственно, это что касается ВИЧС, который Олежа мне подарил так вот-вот. Далее, как он говорит, Серега, там лежал подарок тебе на день рождения. Я говорю, блин, что же это могло быть? Что же это могло быть? Пипец! Это две кассеты Супермена, Супермена, которую я безумно обожаю, Супермена, у которого, собственно, я очень хитроценно в ВХС. И это, друзья, и вторая часть Супермена, и Супермен Возвращение. Кстати говоря, мне очень зашел фильм Супермена Возвращение, не знаю, кому как, но мне правда зашел. Ну, и, конечно же, я считаю, что, ну, по мне, так, самый топчик. Это Кевилл с его Суперменом вместе со Снайдером. Я очень рад новости тому, что они продолжают, потому что будет выходить вторая часть, потому что это действительно круто. Ну, а мы тем временем давайте посмотрим немножечко на эти кассеточки. Погнали. Супермен 2. Отличная наклеечка. Прям топ-топ-топ. Кстати, потрясающие, потрясающие скриншоты. Описание, все очень круто. И Супермен Возвращение. Между прочим, широкоэкранное издание. То есть, в любом случае, это уже прям свежачок. Ну, Возвращение выходило у нас в 2006 году. Это получается уже на заре VHS, друзья. Также отличная наклеечка. И огромное спасибо Олеже за то, что он положил мне эту красоту. На самом деле, это не все, и мы только набираем обороты. Далее Олег докинул, зная, что я собираю игры на PSP, мне немножечко игрушечек на PSP. А именно, здесь у нас мод Nation Racers. Я заменю сразу, точнее, даже не заменю, я положу их себе в коллекцию, потому что у меня ее, на удивление, не было. Killzone Освобождение. Нужно посмотреть, но очень крутое состояние. Соответственно, скорее всего, так же пойдет в коллекцию, но и трансформеров много не бывает. Поэтому Revenge of the Fallen, я думаю, что так же идет мне в коллекцию. Итак, что еще было у нас здесь в коробочке? Конечно, еще один подарочек по DC. И это серия мультика «Приключения Бэтменной Робина». Соответственно, здесь у нас парочку серий. Или одна. Скорее всего, одна. Давайте откроем, посмотрим. Так, ну, Too Faced, да, я предполагаю, что здесь одна серия у нас, потому что совсем каратенечко. Но потрясающе, на самом деле, иметь в себе такие кассеты, потому что оригинальные кассеты – это топ, по мне так. Вот, единственное, что я забыл о ней сказать. Далее он положил мне DVD-шечку «Веселых мелодий». DVD-шечки сейчас в последнее время, кстати, где-то я видел статистику о том, что начиная с сентября прошлого года покупки DVD увеличились на, по-моему, 20 или 30%. То есть DVD снова в трендах, «Веселые мелодии», «Луни-тюнс», «Ту-ту-ту-ту-ту». Вот поэтому очень круто, круто, круто. Очень мечтал, очень пипец как мечтал об этом издании первого сезона «Очень странных дел», и вот, наконец, я его получил. Причем, мое издание, которое Олег мне заказал себе, оно все еще едет к нему, а он положил мне свое. Причем, это сразу видно по наклеечке «VHS Culture», прямо здесь. Это издание, друзья, мы будем скрывать с вами в отдельном ролике, потому что я думаю, что о нем стоит поговорить отдельно. Сериал действительно крутой, первый сезон, как и второй, вернули прям нас максимально вот в ту атмосферу поп-культуру 80-х, которую все мы очень сильно любим. Я думаю, что прям стоит однозначно открыть и посмотреть. Маленький спойлер, здесь нас ждет DVD-сет, Blu-ray-сет и коллекционный постер. Поэтому я думаю, что так или иначе, друзья мои, Stranger Things мы с вами вскроем в отдельном ролике. Конечно же, не обошлось и без подарочков. У нас здесь есть какая-то брошюрочка того, что находится сейчас в производстве по франшизе «Человека-паука». Поэтому я думаю, что можно будет посмотреть русское издание «Человек-паук-1994». Я думаю, что это что-то, что Олег предзаказывал. Я не сильно разбираюсь в предзаказах по «Человеку-пауку». Это больше к Паше, больше к Олегу, ребята любят. Также Олег положил мне свои фирмовые стикеры и классный магнит. Давайте-ка мы на них посмотрим. Итак, магнитик VHS. Очень крутецкий магнитик. Пойдет сразу мне на доску в кабинете. Ну и, конечно же, немножечко стикерочков VHS Culture. Очень крутые стикерочки. Кстати, хорошая идея, надо себе тоже что-нибудь придумать. Также, будучи в Турции, Олег умудрился зацепить мне два вот таких карт-пака от фирмы Topps по Мандалорину. Каждый из них содержит по 10 карточек. Давайте посмотрим, какие карточки нам с вами там попались. Конечно же, помимо этих карточек, друзья, Олег положил мне еще фигурки, которые он нашел вот в таком свитбоксе с супер-пэтсами. Свитбокс пустой, потому что я извлек оттуда все фигурки. И давайте посмотрим, какие фигурки нам с вами попадутся вот в трех этих крутых пакетиках. Я уже понимаю, что здесь есть Супермен, но это не все, поэтому погнали, посмотрим, что же нас ждет. Ну и, как и обещал, самое вкусное я оставляю на финал. В финале, друзья, перед нами предстает три кассеты. Первая из них это Бэтмен, маска фантазма. Вторая это Черепашки навсегда. И третья это Соник, ежик, анимационный фильм. Друзья, ну как вы думаете, что объединяются эти три кассеты? Я вам подскажу, это совершенно новые кассеты. Это кассеты, выпущенные Олегом буквально незадолго до выпуска этого ролика. Олег подарил мне их как знак моей любви к вообще в целом культуре ВИЧС. Ну и, конечно же, он подарил мне такой книг и переживал по тому, как они записаны и стоит ли оно действительно того. Итак, благодаря, конечно, не только Олегу, но и издателям Nexus, ребята, которые работают над переводами наших потрясающих мультов, Олег смог выпустить на ВИЧС Черепашек навсегда. Он смог также выпустить на ВИЧС Бэтмен Маска Фантазма. Вы же знаете, что Маска Фантазма уже выходила на ВИЧС, но в таком дубляже вы ее еще не видели. А получить ее еще и на ВИЧС, это очень круто. Ну а Соника я уже успел посмотреть. И как раз вот до поломки моего видеомагнитофона, друзья, я успел немножечко даже подстенеть. Поэтому давайте посмотрим, что же это такое. Знаете, я для себя четко и ясно решил, что я готов покупать. ВИЧС сейчас, как бы в 22-м году, в 23-м, неважно, потому что это круто. И если Олег продолжит, а мы все с вами попросим его делать так, чтобы это продолжалось, чтобы крутые фильмы и мультики выходили на ВИЧС, благодаря ему. На самом деле, я думаю, что каждый вас поддержит. Поэтому, друзья, обязательно ставьте лайк этому видеоролику. Не забывайте, пожалуйста, переходить по ссылочке в описании в телеграм-канал Олега. Оставляйте мне классные комментарии. Ну, не забываем про меня. Спасибо огромное, что все вы были здесь сегодня. Рад был вас всех слышать, видеть. Всем пока.